В крупных, даже по словенским меркам, городах найти новые локации для строительства торгового центра нелегко. Высока конкуренция. Другое дело, города средние и небольшие. Здесь спрос на подобные точки еще не сравнялся с предложением. Как такие инвестиции работают на практике? Очередную серию проектов Future Real Estate, Century 21 Словения и портала Прианру о коммерческой недвижимости бывшей Югославской Республики, мы начинаем в городе Жалец. Жалец – город и одноименный муниципалитет. Он находится в самом центре Словении, примерно на одинаковом расстоянии, в часе езды и от Любляны, и от Марибора. Население самого города – 5000 человек, вместе с окрестными деревнями примерно в три раза больше. Первый раз мы приехали сюда еще в 2017 году. На въезде со стороны Любляны стоял одинокий магазин Lidl. Эту площадку нельзя было назвать торговой зоной. Но по соседству было запланировано строительство здания с арендатором, немецким ритейлером Тедди, предлагающим непродовольственные товары. Восьмилетний договор с ним был заключен еще до начала строительства. И вот через два года магазин открылся. Инвестиции в проект составили около полутора миллионов евро. Ориентный поток обеспечивает доходность около 7% годовых. Но что самое интересное, этот Тедди стал одним из самых прибыльных магазинов сети в Словении, находясь рядом с основной трассой, на пересечении региональных дорог, рядом с зарекомендовавшим себя продовольственным ритейлером. Все верно. На текущий момент по всей территории Республики Словения интересны локации в городах, население которых более пяти, а лучше семи тысяч человек, говорит эксперт. Основное преимущество тем точкам, рядом с которыми находятся оживленные трассы. Эти места более всего интересны арендаторам. Как было сказано, договор с арендатором в городе Жалец был заключен еще до начала строительства. Инвестор вложил средства на этапе котлована, а затем здание построили, реализовав проект с вышеназванными параметрами доходности. И сегодня на рынке Словении по-прежнему можно найти площадки для подобных решений. Перенесемся на северо-запад страны в город Айдовщина. Айдовщина тоже и город, и община в 12 километрах от границы с Италией и в 25 километрах от побережья Адриатики. Население почти 7 тысяч человек, вместе с окрестностями почти 20 тысяч. В Айдовщине нет единой торговой зоны, но на въезде есть свободное пространство для строительства торгового центра. Здания еще нет, но арендатор уже есть. Это тот же ритейлер Тедди, заключивший договор на 10 лет, из которых первые 7 без права отказа. Вообще здесь многое напоминает Жалец, и даже по соседству тоже находится магазин Lidl. Наилучшие арендаторы сегодня немецкие торговые сети, подтверждает специалист. Это в первую очередь продуктовые магазины в Словении, Лидл или Aldi. Среди непродовольственных выделю бренды Тедди, Кик и Оби. Итак, условия. Инвестиции в проект составляют 1 миллион 650 тысяч евро. Срок окупаемости менее 16 лет. При использовании банковского финансирования кредит 2,5 процента годовых на 10 лет. Эффективный ROI составит более 10 процентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова